Здравствуйте, друзья! В Москве 17.03, начало вечера. Это программа «Бизнес-класс» на Finam.FM. Итак, как обычно, будем говорить о способах заработать деньги, о всем, что связано с бизнесом и предпринимательством. Сегодняшняя тема – фриланс. Как заработать, не выходя из дома? Ну, если посмотреть в Википедии, то фрилансер. Это слово произошло от английского слова «фрилансер», которое означает «вольный копейщик», «свободный копьеносец», «наемник», ну, либо в переносном значении «вольный художник», то есть человек, который выполняет работу без заключения долговременного договора с работодателем, нанимаемый только для выполнения определенного перечня работ, то есть, по сути, внештатный работник. Мои гости сегодня, которые будут помогать мне раскрывать тему фриланса – Алексей Захаров, президент портала «Суперджоб». Здравствуйте, Алексей. И Василий Воропаев, основатель проекта «фриланс.ру». Василий, добрый вечер. Здравствуйте. Ну что ж, традиционно пару слов про вас и про те компании, которые вы представляете. Очевидно, что компании явно относятся к термину «фриланс», точнее, скажем так, связанные с ним. Итак, Василий, давайте с вас начнем. Основатель проекта «фриланс.ру» – это самый, наверное, крупный сайт, посвященный фрилансу в России. Все правильно. Вы правильно прочитали, кто такие фрилансеры. А, видимо, я тот человек, с помощью которого русскоязычный интернет и узнал, что такое фриланс, теперь с ними все мучаются или, наоборот, благодарят. Проект стартовал в 2005 году, если я не ошибаюсь. Да. Является самым крупным в Рунете. В Рунете, да, миллион двести зарегистрированных пользователей, порядка сорока тысяч проектов в месяц. В общем, идут цифры миллионы и десятки тысяч. Отлично, отлично. Хорошо, Алексей, теперь про вас. Портал «Суперджоп». Портал «Суперджоп» нам 12 лет, уже больше. На сегодняшний день мы крупнейший ресурс по поиску персонала и поиску работы в России. Больше 600 тысяч компаний зарегистрировано на портале «Суперджоп». Они ищут сотрудников. Больше 7 миллионов резюме у нас в базе актуальной. Ежедневно больше 200 тысяч объявлений о вакансии доступно людям, которые ищут работу. Это значит, что больше миллиона рабочих мест озвучено каждый день. Здесь и сейчас. Самых разных. От топ-менеджеров до неквалифицированных рабочих в Москве и по всей большой стране. А есть какая-то статистика по игрокам в этом сегменте? Я знаю, что много есть сайтов по представлению. Есть крупнейшие. Это «Суперджоп» и «Хэтхантер». Остальные все от нас очень сильно... Крупнейшие? Да. В топ-2 точно входите? В топ-1 мы входим. Топ-1 даже. Ну, то есть, вот есть два сайта. Это «Суперджоп» и «Хэтхантер», которые являются лидерами рынка. Есть большое количество... Я немножко... Майданы немножко устарели, потому что в последний раз, когда я искал работу через интернет, это был сайт «Джопру». Я не знаю, какова его судьба. Ну, «Джопру» лет 10 назад был безоговорочным лидером, но это было 10 лет назад. С тех пор утекло много воды. И сейчас он есть. И я слышал, что у них какие-то изменения, они снова хотят развиваться. Все замечательно, я коллегам желаю удачи. Хорошо. Ну, значит, мы общаемся с лидерами рынка, что вдвойне приятно. У нас работает телефон прямого эфира. 495 – это код города. 6510-996. Либо вы можете написать на сайт «Финам.фм», конечно же. С развитием интернета, это, наверное, даже проще. Оставить комментарий, вопрос гостям, либо предложить какую-то тему для обсуждения. Напоминаю, что у нас уже есть тема «Фриланс, как заработать, не выходя из дома». Но предварительно я хотел бы вот что обсудить. У нас 16 октября есть, как бы, запланировано первое чтение правительственного законопроекта о дистанционной работе в Госдуме. То есть, есть некие подвижки, наверное, будут, вероятно, в законодательстве, которые тесно связаны с понятием «фриланс». То есть, вот, пишут, что в случае его принятия работодатели будут обязаны заключать электронный трудовой договор с фрилансерами. Также по желанию вносить отметку в трудовую книжку. Ну и, соответственно, оплачиваемый отпуск, больничный, соцпакет и все вот это вот. Хочу услышать ваш комментарий. Насколько это так? Насколько это действительно может изменить ситуацию на рынке фриланса? К лучшему или к худшему, может быть? Да, надо договариваться о терминах сначала, да, что такое фриланс. Потому что, вот, передо мной предлагаемые поправки, это пять страниц текстов, в которых, на самом деле, я смысла много не увидел. Можно их просто разбирать и смотреть, что же предлагается, но суть предлагаемых изменений мне непонятна. Ну что ж такое фрилансер? Давайте с понятиями разговариваю. Давайте с понятиями. Про термины. Фрилансер, вы правильно прочитали. Фрилансер, это человек, который выполняет работу попроектно, с договором, без договора, это его право. В этом законе про этих людей ни слова. Про этих, в этом законе ни слова и про других людей. Те люди, которые работают удаленно, постоянно или там не постоянно на одного заказчика, на одного работодателя. В принципе, о чем этот закон, ну, глобально непонятно. Но хорошо, что там сделали какое-то, ну, обратили внимание о том, что есть, в принципе, такие люди, и с ними нужно что-то сделать. Как это сделать, это другой вопрос. Ну, не только есть, они даже, на самом деле, весьма распространены. Конкретно, если говорить, да, о предлагаемых поправках в Трудовой кодекс и в Закон об электронной подписи. Например, разрешается работодателям заключать трудовой договор с удаленным сотрудником, подписывая его электронной подписью. То есть, речь идет об удаленных сотрудниках в документе, да? Ну, замечательно. Разрешили заключать трудовой договор с удаленными сотрудниками, подписывая его электронной подписью. Вопрос у меня, а почему тогда нельзя такой же договор заключить с неудаленным сотрудником, заверив его той же самой электронной подписью? В чем разница? Или заключив в электронном виде договор и заверив его электронной подписью, работодатель обязан бумажную версию этого договора в три дня отправить удаленному сотруднику, как там написано, заверенную надлежащим образом. Значит, надо, видимо, тому, кто писал эти поправки, объяснить, что электронная подпись это равно заверенная надлежащим образом. И в чем смысл творить двойной документооборот, равно двойной бардак, совершенно непонятно. И вот если мы будем разбирать просто вот эти вот поправки по пунктам, вот они все будут вот такие. И вопрос, кого мы защищаем, зачем? Зачем плодить какие-то новые сущности? Потому что чем удаленный сотрудник с точки зрения трудового кодекса отличается от неудаленных? Да ничем. Положено заключать договор, все. Какая разница? Удаленный сотрудник, неудаленный. Вот в компании Суперджоп 8% сотрудников работают удаленно. Многих из них мы в глаза не видели никогда. 80 или 8? 8. Ну а вот у Василия 80% сотрудников работают удаленно. Но со всеми заключены договора, все получают белую зарплату, все в общем такие же сотрудники компании Суперджоп, как и те, которые работают в офисе. Зачем нужно как-то отдельно выделять удаленного сотрудника? Причем здесь же речь идет не о всех удаленных сотрудниках, а только те, которые, вот цитирую, работают в том числе в другой местности, за исключением надомников, с использованием информационно-телекоммуникационной сети, интернет и других видов связи. А если удаленный сотрудник, ну не использует интернет, ну вот сидит он где-нибудь там в геологической партии, удаленный сотрудник, или удаленно, не знаю, конверты клеит, что угодно делает. Это что, закон его не касается? Алексей, ну надо сказать, и плюс к этому закону, они обратили внимание о том, что есть удаленное рабочее место. То есть сейчас говорится о том, что должно быть место по такому-то адресу и так далее. Не знаю, все это странно, потому что удаленные рабочие места были еще и при царе Горохе, и до революции, и при Римской империи тоже были удаленные рабочие места. Речь идет о том, что, скажем так, наши законодатели обратили внимание на то, что есть такой феномен, люди работают удаленно, связан он, очевидно, с глобализацией, с распространением сети интернет, что эта штука есть, и теперь надо понять, как с этим быть. Да просто никому не надо, как мне кажется, понимать, как с этим быть, потому что работодатели прекрасно понимают, как с этим быть. Вот того трудового кодекса, который есть, его вполне достаточно. Но тот ТК, который сейчас есть, он же писался, не учитывая вот такие современные реалии. Понимаете, тип занятости с точки зрения вопроса, как оформить трудовые отношения, это вот перпендикулярно. Ну хорошо, Алексей, но цифровая подпись-то, по-моему, это уж очевидный как бы плюс, да? Ну замечательно, значит, если работодатель хочет ввести документооборот в электронном виде, неважно, любой документооборот, ну пусть он его ведет, закон позволяет, тогда он не ведет бумажный документооборот, потому что это дублирование, это никому не нужно. Здесь вот я, кстати, могу сказать очень большой минус. Какое количество физических лиц в России используют электронно-цифровую подпись? Она там стремится к одному, если не меньше процентов, потому что это связано с определенными минусами, нужно куда-то идти, как-то заказывать, еще каждый год за нее платить. Мне кажется, мало, конечно, людей, но стремится все-таки это количество к увеличению. Ну оно, конечно, стремится к увеличению, когда вводятся какие-то запреты и так далее, но нужно ли оно сейчас? Ну, наверное, нужно, чтобы мы шли в светлое будущее цифровое. Хорошо, то есть есть трудовой кодекс, особо менять его не надо, он, в принципе, все регламентирует. Может и надо менять трудовой кодекс, но явно не в этой части, просто здесь вот эта дополнительная регламентация, которая предлагается, она не несет, мне кажется, смыслового содержания. Может быть и нужно в этой части менять, но смысл должен быть другой, и про другое должно говориться, и поправки про другое. Ну а вот как, например, фрилансер, да, я работаю из дома, выполняю какую-то работу, действительно, ни больничных, ни отпусков, ничего нет. Хорошо ли это или плохо? Ну а что, ну я сам выбираю тип деятельности для себя, да, то есть если я выбрал тип деятельности свободного художника, значит я свободный художник. Я сам себе отпуск, я сам себе выходной, я сам решаю утром мне работать или вечером, от меня требуется результат. То есть в том-то и как бы прелесть фриланса, в том, что ты работаешь на результат... Да, я имею свои риски, но я имею свои преимущества. Но при этом, да, ты рискуешь, что у тебя заболеешь, ну извините. Заболел ты сам платишь себе больничные как-то. Это то же самое, что предприниматель, если вы выбрали, что вы хотите быть предпринимателем, ну кто вам даст ваш отпуск? Это риски и так далее. Опять же, может быть, извините, немножко уточнить, мы все время говорим о фрилансерах, о людях, которые где-то там работают. Совершенно не обязательно, фрилансер работает где-то там, он может работать в офисе своего работодателя, не удаленно, а вот просто физически находясь именно в том самом офисе, на котором он работает. Например, фотографа. Ну, например, фотографа, например, тот же самый программист, он пришел, он сделал свое дело и ушел. Хорошо, Алексей, вынужден вас перебить, у нас будут новости, ну а после новостей обсудим, продолжим обсуждать тему и статистику фриланса я приведу. Послушаем, как это. Продолжаем работать, продолжаем говорить про удаленную работу, которая называется фрилансом, такой термин есть. Есть статистика по, например, по Соединенным Штатам Америки, около 10 миллионов рабочих в США являются независимыми подрядчиками или фрилансерами. Где-то примерно 7,5% рабочей силы США в России, я так понимаю, что четкой статистики нет, но вот где-то в открытых источниках есть информация, что 5 миллионов человек заняты во фрилансе в России. У вас по Штатам устарела информация тоже, сейчас это порядка, ну больше 15 точно процентов. То есть если в России мы считаем, что это 5 миллионов трудоспособного населения, то в Штатах явно больше. И на порядок, но это не 7 миллионов. То есть это такая некая тенденция, куда мы все идем, да, все страны потихонечку окажутся где-то ближе туда, да? То есть количество людей будет увеличиваться в фрилансе? Я был бы не я и не работал бы в этой отрасли, если бы я сейчас и сказал нет. Конечно, все туда идем. Ну понятно, да, freelancer.ru, ваш бизнес прямую зависит от того, сколько же людей будет у нас. Фрилансер, еще раз, да, у нас в студии Алексей Захаров, президент портала superjob.ru и Василий Воропаев, основатель проекта freelance.ru. Телефон прямого эфира, код города 495-6510-996. То есть всегда можете позвонить, задать вопрос гостям, либо предложить какую-то тему, или рассказать о собственном опыте, например, работы удаленной, то есть фрилансер. На самом деле многие фрилансеры, они кроме того, что будучи фрилансерами, они еще часто работают в штате какой-то компании, ведь не все фрилансеры стопроцентные фрилансеры. Как мы выяснили, да, то есть фриланс это что такое? Это по сути работа по договору вне штата компании. Вне штата компании, но при этом я могу быть программистом в штате какой-то компании, но при наличии свободного времени, брать какие-то разовые заказы и дома делать что-то другое. Или будучи дизайнером, работая в рекламном агентстве, находясь в штате компании в свободное время, если оно у меня есть, заниматься чем-то еще, например, программировать. Я менеджер среднего звена, но чувствую потребность, например, фотографировать. И понимая, что могу, наверное, теоретически заработать на этом деньги, покупаю себе зеркалку и я фрилансер. У журналистов очень много подрабатывает, да, то есть человек работает в штате издания, но при этом пишет еще для других изданий что-то. Я просто про цифры могу сказать, чтобы не с потолка, о чем-то мы сейчас говорили. Мы в 2011 году с высшей школой экономики провели опрос, там респондентов было порядка 20 тысяч. В общем, это к тому, что процент ошибки очень мал. Так вот, порядка 40% людей, айтишников, которые работают на кого-то, на зарплату в компании, они совмещают с фрилансом на моем сайте свои трудовые рабочие будни. То есть за зарплату... 40% айтишников. 40% за зарплату тех, на кого они работают, они еще и фрилансят. Ага, интересно. Но не за зарплату, наверное, то есть... Ну, они сидят... Может быть, какая-то упущенная прибыль, об этом, может, для работодателя, об этом можно говорить. Ну, это айтишники, да. Это программисты, наверное, в основном. Еще есть из таких распространенных свободных профессий юристы, журналисты, переводчики, дизайнеры. В вопросе участвовали все, в том числе и дизайнеры, и юристы. И у нас сейчас там есть архитектура, инжиниринг и так далее. Но при достижении там цифры 40, эта цифра больше никуда не шла, ни вверх, ни вниз. То есть можно и верить вполне себе. То есть 40% фрилансеров, они еще и совмещают. 40% самых продвинутых людей уже пытаются как-то со стороны еще какой-то доход себе обеспечить. Можно так сказать. Окей. Ну, плюсы и минусы очевидные, наверное. Плюсы назовем, что не нужно никуда идти, да, не нужно никуда ехать, не нужно стоять в пробках. Можно работать на любого работодателя по всему миру дополнительно, выполняя какую-то деятельность по фрилансу. Что еще? Можно работать в своем стиле, можно сидеть дома на диване с чашкой чая, там, где удобно. Не знаю. Вести несколько работодателей. Да, при этом они не будут знать про это. Возможно и так. Выбирать именно того работодателя, которому ты больше доверяешь, который тебе интересен, делать свою цену, а не говорить, вернее, делать то, что тебе сказал начальник, директор и так далее. Ну, то есть плюсов очень много. Но есть и минусы. Да, давайте про минусы теперь поговорим. Минусы, что я могу представить? Невозможность сосредоточиться в нерабочих условиях. Сидишь ты дома, там у тебя, не знаю, там жена, дети, ребенок орет. Как вот сосредоточиться? Ну, надо сказать... Сидишь ты на пляже, чайки, мохито, не хочется работать. Надо сказать, что и офисные сотрудники не все могут сосредоточиться в рабочей обстановке в офисе. То есть по мне так этот минус выдуманный. Потому что есть и там, вернее, в офисных сотрудниках такие люди есть, и у фрилансеров такие. Это дело самоорганизации и, в общем, того, что ты хочешь. Василий, то есть если человек не может сосредоточиться в офисе, то, скорее всего, он и дома не может сосредоточиться. И наоборот. Ну, возможно, это и так. Ну, то есть дело не в том, где ты сидишь и что ты делаешь. Дело в тебе и дело в голове. Вот и все. Все внутри. Все внутри, да. Фрилансер должен быть чуть-чуть предпринимателем для того, чтобы все-таки свои услуги продать. Потому что есть люди, которые умеют что-то хорошо делать, но не всегда могут качественно продать свои услуги. В данном случае вот им в помощь сайт Freelance.ru, который позволяет человеку, не имеющего опыта продаж своих услуг, представить свое портфолио. И как-то потенциальный заказчик может найти вот какую-то изюминку, которая лично ему понравится. Соответственно, еще раз возвращаюсь все-таки к тому, что фрилансер не обязательно работает только на себя. То есть он может работать еще на кого-то. И тогда у него есть и плюсы фриланса, что он, с одной стороны, может выбрать работодателя, с другой стороны, стабильность. И минусы офисного. Да, и минусы офисного работника. Какие минусы у фриланса еще? Какие минусы, кроме невозможности, ну это спорный минус, как мы уже выяснили, невозможно сосредоточиться в домашней обстановке. Какие еще минусы у фриланса? Вы знаете, вот если мы будем все-таки о фрилансе в чистом виде говорить, то это предпринимательство, это состояние души. Поэтому говорить здесь о минусах я бы не стал. Кто-то так может, и у него получается, а кто-то так не может. И вот он попробует, ну не получится, потому что он не фрилансер, ему нужно, чтобы вот над ним кто-то стоял. Всегда говорил, куда бечь, что делать, куда катить. Это нормально. А есть люди, которые не могут потенциально вообще над собой начальника иметь. Вот не хочу я, чтобы мне кто-то указывал как, а я хочу сам. А есть люди наоборот, которым нужен начальник, чтобы они хоть что-то сделали, поэтому, ну здесь опять же выбор каждого. Ну или такие профессии, как вот там няни, например, они же по сути тоже фрилансеры, да? Да, такие. Глобально. Классические. Видимо, если мы говорим про Москву, то няни это скорее сарафанное радио, но все-таки это и есть фриланс. Наверное, суперджоп. Вот Алексей лучше про меня расскажет, потому что у нас нет нянь. А вот у Алексея наверняка есть, может быть. Да, достаточно большой спрос на нянь, на переводчиков, на сиделок, например, да? То есть на людей, которые могут разово выполнить какие-то работы, гвоздь прибить. Это тоже все фрилансеры. Такой, как это называется, муж на час это называется, да? Ну, муж на час, но это тот же самый фрилансер. Вот если есть хороший, не знаю, водопроводчик или электрик, да, или сборщик мебели. Есть спрос на подобные услуги, этот рынок очень большой, он не структурирован, не цивилизован. Это рынок C2C, что называется, да, человек к человеку, физлицо к физлицу. Кастомер-то кастомер. Да, вряд ли он когда-то выйдет, что называется, из тени, вряд ли когда-то там люди будут платить налоги, потому что как только электрик начнет платить налоги, он из фрилансера уже превратится в какую-нибудь ООО или УП. То есть прелесть пропадет? Ну, появится другая ответственность, появятся помощники, он начнет уже не фрилансовать, а предпринимательствовать. Хорошо, у нас как раз вопрос, который несколько связан с темой, которую мы сейчас обсудили. Александр спрашивает, через сайт Фином.ФМ задал вопрос, какие риски для фриланса вы ожидаете от все большей активности власти в регулировании этой области? Налогообложение, электронные валюты, регулирование контента. Какие риски может власть преподнести нам? Какие сюрпризы и риски? Мне кажется, абсолютно никакие. Если человек хочет работать в белом правовом поле, то чтобы власть это не сделала, придется всех заставить платить налоги. Но если я уже плачу налоги, какие могут быть риски? Если я честно выполняю свою работу, срок ПТЗ по договору, что еще власть со мной может сделать? Еще раз возвращаясь к словам Алексея... Я тебе сказал, что это все-таки теневой такой, какая-то часть теневая есть. Понимаете, ведь в чем разница, например, именно фрилансер? Фрилансер и работодатель выбирает, они будут заключать договор. Хочешь плати налоги, хочешь нет. Да, и часто все остается в тени. Но здесь государству дороже бегать за мелким работодателем, физическим лицом, который дает работу другому физическому лицу. То есть, грубо, администрирование этих налогов, оно станет дороже, чем те налоги, которые можно собрать. Если знаете, сейчас у нас инициатива законодательная тоже вышла, что сейчас даже не столь инициатива законодательная, а вот некое ужесточение условий для тех людей, которые сдают квартиру в аренду. Может быть, слышали, сейчас как раз такая компания, что сейчас их всех будут типа вводить на чистую воду и предлагать им платить налоги. То есть, здесь такая же примерно ситуация. Оказывается, что бегать-то будут, скорее всего. На самом деле, Алексей, извините, перебью. Мне кажется, что было бы интересно, если бы мы пошли там по опыту какой-нибудь Великобритании, когда есть понятие самозанятое, да, и то есть не платить налоги, если у вас там оборот столько-то, а платить столько-то налогов, если у вас чуть больше оборот, и так далее. Ну, то есть, выводить, конечно, из тени надо, но тем, что за каждым бегать, ну, это действительно дороже. Я здесь с Алексеем согласен полностью. То есть, скорее всего, никаких рисков и никакой особой активности с точки зрения государства. Да, пока я не вижу, чтобы здесь государство могло чем-то помешать или помочь, потому что этот рынок, в общем, он самостоятельно развивается. И здесь очень важна репутация человека. Если мы говорим о фрилансерах, есть репутация, есть заработок. Нет репутации, не будет заработка. То же самое и в сторону работодателя. Если, например, работодатель пришел на сайт Freelance.ru, что-то заказал и не расплатился с фрилансером. Ну, сейчас это уже невозможно. У нас уже все закрыто. Так или иначе, второй раз не програли. У нас как раз есть вопрос по поводу этого, но я думаю, что мы уже ближе к концу программы зададим уже конкретный вопрос для сайта Freelance.ru и для Василия. Я, кстати, хотел сказать про Беларусь. Дружественная нам страна, она как раз бегает за фрилансерами. И уже были конкретные случаи, когда человека осудили за то, что он занимался фрилансом и что-то там не заплатил. Но это единичный, опять же, случай. То есть это не миллионы сделок, которые проводят ежемесячно. Интересно. Кстати говоря, вот что касается международного какого-то распространения фриланса. То есть как примерно разделяются заказчики и исполнители. Скажем так, заказчик в одной стране, исполнитель в другой стране. Скажем, Россия, заказчик, Украина, исполнитель. Или там еще какие-то конфигурации. Насколько это частая штука? У вас какая-то есть статистика? Да, конечно, есть. Если мы говорим про работодателей, то порядка 80% это Москва. То есть как бы мы этого не хотели, но деньги здесь. Все деньги здесь. А вот исполнители дешевая рабочая сила, где-то, наверное, Украина, Голоруссия. Я бы не говорил о том, что это дешевая рабочая сила. И как вот вы вначале говорили, что от слова «копейщик» идет перевод, но не от слова «копейка», а от слова «копье». Однозначно, да. То есть смысл такой, что фрилансер определенного уровня, он может стоить даже дороже, чем тот человек, который сидит у вас в офисе, потому что он делает это быстрее, качественнее, всю жизнь этим занимается. А что касается распределения, то Россия это порядка 65%, Украина это 25%, Белоруссия 5%, и Казахстан, а все остальное меньше 1%. Спасибо, Василий. Мы продолжим после новостей говорить о фрилансе. Вторая часть бизнес-класса. Бизнес-класс у нас сегодня посвящен фрилансу. Фриланс – это способ заработать, в принципе, теоретически не выходя даже из дома, то есть сидя на диване. Если вы что-то умеете делать, вы вполне можете быть фрилансером, либо подрабатывать в свободное от работы время. У меня в студии сидят, можно сказать, апологет, по крайней мере, один из них – апологет фриланса. Это Василий Воропаев, основатель проекта Freelance.ru. Кроме этого, также мы беседуем с Алексеем Захаровым. Имеешь апологет, да. Президент портала Superjob.ru. Не надо было здесь сказать «противник фриланса». Ну так, чтобы… Не меньше апологет, значит, два человека, которые довольно много знают о фрилансе, уверен. И обсуждаем фриланс разных сторон. Уже обсудили, что это, в общем-то, достаточно интересный способ, обладающий своими плюсами, своими минусами, работать, зарабатывать. Причем усиливая, скажем так, увеличивая свой заработок путем того, что делая какие-то вещи, которые вам нравятся делать, помимо, скажем, основной работы. Итак, фриланс с точки зрения работодателя. Сейчас обсудим именно с этого контекста и ракурса. Но перед этим я хотел еще раз повторить. Телефон прямого эфира 495-6510-996. 495, соответственно, это код города. 6510-996 – это наш телефон прямого эфира. Либо написать на сайт. Вы можете сайт finam.fm. Написать вы можете либо свой опыт работы в качестве фрилансера, либо какое-то мнение высказать, либо задать вопрос нашим гостям. Итак, фриланс как эффективный инструмент для компаний и бизнеса. Эффективный ли это вообще инструмент? Для чего компаниям использовать такую штуку, как фриланс? Есть ли целесообразность какая-то? Безусловно, есть. И компания Superjob, в том числе мы сами как компания, используем фрилансеров, когда, например, нужно заткнуть какую-нибудь дырку, что называется. Я простой пример привожу. У нас в штате есть дизайнеры. У них много работы. Это работа плановая. Они загружены на 10 лет вперед. И по тому самому плану работают. Вдруг внезапно, ну не знаю, вот мы участвуем в какой-то выставке, надо оформить стенд. Или надо быстро сделать какой-то буклет. Или праздник, надо сделать поздравительную открытку для клиентов. Отвлекать наших дизайнеров на это не хочется. Мы идем на Freelance.ru и оформляем там заказ. У вас же есть свой какой-то раздел сайтов. Неужели вы идете на Freelance.ru? Мы идем на Freelance.ru, потому что он все-таки сайт Superjob больше предназначен к тому, чтобы искать сотрудников на постоянную работу. Василий всегда улыбается, если вы договаривались. Если вы смотрите интернет-трансляцию, вы увидите довольное лицо Василия. В данном случае я все-таки говорю правду, потому что вот есть разовые задачи. У нас, например, есть журнал «Зарплатомер». Мы выпускаем обзоры заработных плат. Там раз в месяц нужно оформить этот журнал, сделать для него красивую обложку. Мы опять идем на Freelance.ru и эти заказы размещаем там, потому что нам выгоднее разово заказать у профессионала работу такую, какая нам будет нужна, и не держать этого профессионала в штате, потому что мы его не можем загрузить на весь месяц. Он нужен нам на один день, а что потом? Здесь я подключусь про штат. Есть четкая цифра экономии. Если вы используете ваш штат, например, айтишников удаленно, то для штата, я не знаю, 50 или 100 человек найти в Москве офис, ну, можем примерно посчитать, там, 5 метров на одного человека, 500 долларов в год. Есть определенные косты, которые, конечно, фриланс снижает. Окей, я предлагаю послушать Александра. Александр, добрый вечер, вы в прямом эфире. Да, у меня вопрос к Васе Воропаеву насчет того, что они запретили обмен контактами между заказчиком и подрядчиком на сайте Freelance.ru. К чему это дальше приведет? И второй вопрос, какой процент именно действительно профессионалов из всей базы, которая у них есть, они могут назвать? То есть, сколько действительно профессионалов у них из всей базы? Ну, про процент профессионалов... Спасибо, Александр. Спасибо, Александр, да. Про процент профессионалов я, к сожалению, не могу ничего сказать, потому что, ну, как определить профессионала от непрофессионала, если... Может быть, имеет смысл, имеет в виду Александр вот этот вот бэджик про, может быть? Ну, этих людей много, это, там, десятки тысяч, да, но этот бэджик все-таки не показывает о том, что профессионален человек или нет, это скорее показывает профессионален аккаунт или непрофессионален на нашем сайте. Это же платная какая-то, да, фича, и показывает это то, что человек хочет заплатить за то, чтобы казаться профессионалом. Да, это некий маркетинг, да. А что касается закрытия контактов, это все пришло от бизнеса, как раз это наша часть сейчас этому и посвящена. Весь бизнес хочет что? Хочет перевести деньги безналом исполнителю-фрилансеру и хочет, чтобы не было мошенничества. Я на каждой конференции, на каждом интервью мне очень часто задавали вопрос, да когда же, когда же, почему они все нас обманывают? И вот это время наступило. Мы запретили без нас оформлять какие-либо сделки, потому что количество мошенников только растет, невыполнение обязательств только растет, теперь мы за всем этим будем следить. И если исполнитель сделал все не вовремя, не по ТЗ, мы вернем деньги бизнесу, вернем деньги компании. А закрытие контактов сводится именно к тому, чтобы без нас никто ничего не смог сделать и куда-то уйти на сторону и на стороне заключить какой-то договор, а еще хуже обмануть кого-то. Все очень просто. Хорошо, но еще вернемся к этому вопросу в последней части программы, когда будем говорить об эффективности бизнеса и монетизации интернет-проектов. Предлагаю продолжить обсуждать плюсы и минусы для работодателя, то есть работа с фрилансерами. Ну вот очевидно, Василий сказал, что работодатель не несет косты, если ему нужно нанять кучу людей, помещения, все-таки они сидят у себя дома или где-то там, где им лучше работать, в Старбаксе, там не знаю, в Шоколаднице. Поэтому работодатель за них не платит. Еще какие-то плюсы очевидные есть, Алексей? Может быть у вас есть? Для нас очевидный плюс – это быстро найти сотрудника на проект, если этот сотрудник не нужен встать. И качественно, потому что профессионал, он делает это быстро и узкоспециализированный профессионал это делает качественно. Здесь же, мне кажется, есть обоюдоострый такой вот момент, что на самом деле, а никто же вам не гарантирует, что этот, как бы вот сейчас, да, до того, как на фрилансе вот такая штука, такая новая политика появилась, там же был риск, что возьмут деньги и все, прощайте. Мы же не просто так первого попавшегося исполнителя, мы же выбираем не первого попавшегося исполнителя, мы смотрим портфолио, если речь идет о дизайнере, да, ну в общем портфолио можно назвать и у переводчика то же самое, да, и у программиста. Смотрим на отзывы, которые были у предыдущих заказчиков, работодателей, мы можем дать какое-то тестовое задание, да, более дешевое. То есть вот для нас приглашение фрилансера это затыкание дыр, что называется, потому что если мне нужно процесс поддерживать постоянно, конечно, даже если это будет удаленный сотрудник, он не будет фрилансером, он будет работать у нас в штате, оформленный точно так же, как все другие сотрудники. А фриланс это вот быстро сделать то, вот выполнить какой-то процесс, который у меня не было в компании. Ну вот если мне нужен перевод раз в 10 лет, зачем мне держать переводчика в штате? Ну это похоже на самом деле на то вот компания, как-то вот у нее есть свои собственные средства и плюс она еще, например, если какой-то кассовый разрыв какой-то, она привлекает ликвидность там из банка, допустим, так и здесь. Есть свои дизайнеры, если не хватает, то раз быстренько привлек. Да, вот можно всегда еще одну руку пристегнуть себе с помощью фрилансера. Хорошо. Но здесь надо понимать, опять же, что от заказчика тоже требуется определенный опыт и понимание, что такое фриланс, что можно требовать, чего нельзя требовать, потому что нередки случаи, когда заказчик, не понимая, что такое фрилансер, обращается к услугам фрилансера, потом разочарование. Ой, не то, не так, 20 раз мне не переделали, а никто не обещал 20 раз переделать. Василий, наверное, имеет опыт разруливания таких ситуаций, поскольку у вас же есть какой-то даже там отдел, который такой арбитражный, да, осуществляющий контроль над этим всем. Вот как вообще это происходит? Каждый день до 2 октября мы разбирали десятки таких случаев, когда кто-то пришел без нас, что-то, без нашего участия заключил договор напрямую, теперь нам жалуются. 2 октября этих случаев стало ноль, я этому рад, ну и слава богу. Я, Алексей, хочу добавить немножко, есть искусство продавать, искусство управлять, есть искусство работать с фрилансерами, как бы мы этого не хотели, но каждый первый, каждый встречный не может это делать, не умеет и, скорее всего, будет разочарование. Поэтому прежде чем работать с этими людьми, надо понять, надо посмотреть, надо прощупать. Теперь рисков стало меньше, но... Ну а какие вот действительно советы? Да, с фрилансом нельзя работать по принципу, вот пойди туда не знаю куда, принеси мне то не знаю что. Четкая формализация. То есть если, скажем, дизайнер работает в штате, к нему может подойти руководитель, сказать, знаешь что, нарисуй мне что-нибудь желтенькое. Ой, нет, давай прикрасим зелененькое. Нет, зелененькое тоже не нравится. Давай-ка вот мы это сделаем синеньким. Знаешь, нет, желтенькое было лучше. Давай обратно желтенькое. Не, вообще все плохо, ни то, ни другое. Я пойду еще подумаю. А, ты сиди. Вот со штатным сотрудником теоретически так тоже не рекомендуется, конечно, надо подумать. Но это вот сплошь и рядом. А когда с таким приходят к фрилансеру, ну ничего не получается. Все-таки работа с фрилансером требует четкого формулирования задачи, четкого технического задания. Будь то задание программисту, будь то задание дизайнеру, будь то задание переводчику. То есть что ты хочешь получить на выходе. И если ты сам не сформулировал четко задачу, ну вот ты на выходе и получишь. Ну как обычно, да. Если расплощенный вопрос, будет расплощенный ответ. То же самое и здесь. Ну формализация, да, четкая логика. Надо простроить четкую логику. А что бы вы хотели бы? Четкое ТЗ. То есть нужно понимать, что хочешь получить на выходе и уметь это сформулировать. Даже если понимаешь, но не умеешь формулировать, ну не надо ходить к фрилансеру. Будет разочарование. Надо нанять фрилансера, который за тебя напишет ТЗ. Да, ну тоже вариант. Это не волшебная палочка. Я вот просто, опять же, добавляю Алексея, фриланс не волшебная палочка. Где ты приходишь и говоришь, хочу, а тебе делают то, что ты хочешь. Не бывает такого, к сожалению. Ну вот при рассмотрении в арбитраже каких-то ситуаций, вы что берете? Вы берете ТЗ, да, и смотрите, насколько оно соответствует тому, что сделано. Только так, да. Нет никакого ушли в сторону шаг влево, шаг вправо. Нет такого. А может быть все-таки зеленое красивее синего. Такого не бывает. Четко по ТЗ. Если выполнено, окей. Если не выполнено, извини. А спорные случаи все равно же наверняка бывают. Очень редки. Кто-то не прописал, и если не прописал, то считается, что этого нет, и не должен человек делать. На самом деле арбитраж в первую очередь делает то, что помогает исполнителю и заказчику договориться между собой. Все-таки возможно там 50 на 50 или 70 на 30, или невозможно. Если оба человека или там компания человек уперлись, тогда арбитраж уже четко шашку на голову и поехали. Но таких случаев это реально единицы. То есть если арбитраж там меньше 3% из всего объема заказов, то случай, когда арбитраж сам выносит какой-то, простите за выражение, приговор, он еще реже. То есть это некий помощник, скажем, третейский судья, который помогает договориться, как-то вот сконнектиться и сделать вин-вин-вин, да, получается? Наверное так, да, но я бы не упоминал это слово, потому что все-таки третейский суд, это какие-то там лицензии и все остальное. У нас... Да, здесь так договорились. Вот договорились. Хорошо. И немного, да, людей пользуются такими вещами, да, как обращение вот к... Говорю, меньше 3% всех сделок идут в арбитраж, и то из них порядка там 90%. Все-таки людям требуется просто помощь третьей стороны, чтобы они договорились. А как-то какие-то действия, полномочия совершать, то есть, например, перечислен аванс там, да, и человек считает, что за него ничего не сделано, например, да, хочет его вернуть, но вы никак не можете на это повлиять, да? Только по нажатию на кнопки по требованию работодателя или заказчика мы что-то делаем. То есть, если когда тупик, у нас по договору есть право сделать то или иное действие, но пока этого тупика нет, мы всеми правдами не правдами. А если вы можете сделать, то есть, вы можете деньги вернуть. Но мы возвращаем деньги только тогда, когда сделано не по ТЗ и не в срок. Все понятно. Хорошо, предлагаю тему продолжить уже после новостей и обсудить эффективность интернет-бизнеса, в том числе, связанного с фрилансом. У нас новости. Продолжаем обсуждать о том, то, как заработать, не выходя из дома. В программе тема фриланс обсуждаем мы с людьми, которые знают про фриланс, если не все, то, наверное, почти все. Алексей Захаров, президент портала Суперджоп и Василий Воропаев, основатель проекта Фриланс.ру. Да, я тут. Василий уж точно знает про фриланс все, наверняка. В 2005 году портал стартовал и, наверное, сейчас самый, даже не наверное, а точно самый основной сайт по фрилансу в России. Мы уже выяснили, что по статистике, которую нам рассказал Василий, 40% айтишников подрабатывают фрилансом. На самом деле, что касается других профессий, специализаций, там, наверное, тоже достаточно большая доля. Ну, кто еще, наверное, фотографы, дизайнеры. Фотографы, дизайнеры, да, это, наверное, айтишники. Это тоже считается айтишниками. Но журналисты это точно не айтишники. Да, журналисты, архитекторы, инженеры и так далее. То есть, таких очень много людей. Но, опять же, можно перейти к няням, водителям и всем остальным. Дворникам, грузчикам, сменщикам. Рынок растет. Мы все фрилансеры. И думаю, что, наверное, Василий и Алексей, наверное, со мной согласятся, что рынок будет расти. Стука эта интересная. Сейчас интернет приходит в каждый дом. В общем-то, не оставляя выбор. Практически все у нас будут потихонечку, как минимум, подрабатывать, я думаю, о том, что у них получается. Итак, как же на этом заработать? У меня в студии представители крупнейших порталов в России, которые посвящены рынку труда и фрилансу. Эффективность бизнеса. У вас немножко цифра. Вот сколько людей зарегистрированы? Уже была такая цифра. Но еще раз. Сколько людей сейчас на суперджобе? Что касается суперджоба. Значит, актуальная база резюме больше 7 миллионов. Если говорить об оборотах наших, все время интересует. Мы частная компания, конкретные цифры мы не разглашаем. Но это десятки миллионов долларов в год сейчас. И рынок растет. Мы думаем, что это будут сотни миллионов. Для тех, кто в терминах EBITDA понимает. Можно сказать, что EBITDA суперджоба 78%. Это, в общем... Рентабельность по EBITDA 78%. Да, это очень высокий показатель. И, в общем, он даже внутри нашей отрасли зашкаливающе высок. Но это у суперджоба. В общем, у других компаний наших коллег, насколько мне известно, EBITDA поменьше. Ну, в общем, кто как эффективно работает, это уже вопрос другой. Алексей, вы владелец, да? И еще ваш партнер. Да, мы с партнером, с владельцем. Никаких фондов, никаких инвестиций. Делали все сами. Да, мы делали сами на свои деньги. У нас есть планы, может быть, по выходу на IPO и по превращению в публичную компанию. Фейсбук вас не пугает, да, опыт Фейсбука? Ну, опыт Фейсбука, он немножко, видимо, эти планы затормозит. При этом мы сейчас активно общаемся с теми людьми, которые понимают, что такое, в общем, выход в публичную плоскость. Здесь есть энное количество плюсов, которые мы видим. Стать публичной компанией, энное количество минусов. Решение пока не принято. Ну, в общем, мы практически к этому готовы с точки зрения корпоративного управления, аудитов всяких разных. Если это вдруг понадобится, то, в общем, отчетность МСФО мы уже свели. Алексей, спасибо. Василий, похвастаетесь своей EBITDA? EBITDA не похвастаюсь. И до IPO нам еще далеко. Хотя, когда нам будет 12 лет, возможно, будет самый раз. Сейчас зарегистрировано 1 миллион 200 тысяч пользователей. Уже там к 300 тысячам подходит. Если берем более длинный промежуток времени, то почти 80% из этой аудитории активны. Обороты, естественно, не скажу, но это тоже миллионы долларов. Про EBITDA нет. Но вы принадлежите Mail.ru, правильно? Мы не принадлежим Mail.ru. Я даже больше скажу, Mail.ru заинтересован в выходе. И, видимо, в течение какого-то короткого промежутка времени он выходит. Но 97% у Mail.ru нет? Я ошибаюсь. Вы ошибаетесь, конечно. 30% принадлежит мне, 30% моему партнеру, с которым мы это все придумали, 20% Headhunter, 20% Mail.ru групп. Ага, понятно. И Mail.ru еще и собирается выйти. Да. Интересно. Ну что ж, монетизация. Да, монетизация здесь такая тонкая вещь, как всегда в интернет-проектах. Давайте вот у нас Василий задал вопрос, который в начале программы поступил, но я думаю, сейчас имеет смысл его зачитать. Вот вопрос, точнее Олег, прошу прощения, задал вопрос Василию. За что введен оброк в 10% с каждого проекта, какие конкретные услуги при этом оплачиваются, почему не 1%, почему не 15%, почему 10%? Это вот имеется в виду, наверное, сделка без риска, да? Все правильно. С фиксированной как бы платой там, по-моему, 7% стояло. Все правильно, да. В общем, итого это 10%, 7% берется с заказчика, 3% берется с исполнителя, если мы берем, в общем, эту цифру. За что здесь нужно отвечать, ну, делить, наверное, на два направления. Первое, это как бы мы не хотели того, это отрасль. То есть нам нужно было показать о том, что мы идем по цивилизованному пути там англоязычного интернета и там наших коллег в Штатах и в Канаде, где они контролируют каждую сделку и, в общем, за это берут свои деньги. Мы плюс к тому, что хотим уйти от мошенничества и за это берем деньги, мы еще обеспечиваем бизнесу перевод денег безналом, а исполнителям, физическим лицам переводим деньги, например, в электронных деньгах. Ну, почему 10? Почему не 1 и не 15? Это все очень просто. Затраты плюс какая-то маржа. Вот вам получается 10%. Ну, все как везде, как ни крути. То есть посчитали, решили, что 10% будет в самый раз? Нет, мы посчитали и поняли, что 10% это окупает все и в самый раз. На самом деле, вот такие вопросы рыночные, они все время с точки зрения бизнеса весело выглядят, потому что вот сегодня 10, а завтра может быть 5 или 15, потому что так вот рынок распорядится. Нет, ну ничего себе, такой скачок сразу практически 10% с каждой сделки практически. У вас, наверное, сделки без риска-то были, но небольшим количеством, то есть процентом соотношения от всех сделок это было, ну сколько это было? Когда мы не заставляли людей работать так и допускали некое мошенничество, да, было не так много сделок, их там было сотни, там к тысяче, да, а сейчас... То есть процент небольшой был, а сейчас будут все. Процент был точно такой же. Причем распределение было не 7 и 3, а 5 и 5. И, в общем, никто никогда не жаловался, а теперь, видимо, ну надо было до чего-то докопаться, и вот окей. Но еще раз я не договорил, есть второй пункт, это развитие бизнеса. То есть на чем сейчас строится наш рост? Это на привлечение работодателей. Если идти по той бизнес-модели, которая у нас была до 2 октября, да, деньги были, но не в том объеме, не в том количестве для того, чтобы всей Москве сказать, что все компьютерщики здесь, все айтишники здесь, приходите и здесь заказывайте все свои услуги. Ну, просто физически не было столько денег. Мы думаем, что, ну и как показала там неделя прошлая, что этих денег станет больше, а значит, реинвестировать мы будем еще больше денег, в том числе в маркетинг. Отлично. Ну и, собственно, второй вопрос от Олега. Если вы настроили сайт со 2 октября в формате работы онлайн рекламного агентства, то почему не обеспечиваете работой, как делают все FPA, да, и кто будет защищать интересы работников, незаказчиков, как это обычно делается на сайте? Ну, мы не настроили себя как агентство, и даже, я больше скажу, мы не хотим быть агентством, потому что, в общем, договориться, продать свою услугу – это дело там каждого, да, и заказчик, выбор заказчика должен быть именно его, а не нас, чтобы мы там кого-то посоветовали. И, соответственно, ну, и все из этого вытекает. Мы посредники, которые оказывают услугу по гарантии того, что здесь никто не будет обманут, мошенники ноли. Интересно. Ну, окей, с Freelance.ru более-менее понятно. Алексей, теперь вопрос к вам. Как монетизируется Superjob.ru, и какие у вас планы вообще? Superjob монетизируется очень просто. Для тех, кто ищет работу, все услуги абсолютно бесплатны. Они такие были и такими останутся навсегда. Для работодателей, в зависимости от масштабов использования сервисов, цена разная, но даже самая большая цена, которую нам можно заплатить, это порядка 700 тысяч рублей в год, если крупная компания платит за то, что она использует на федеральном масштабе, то есть по всей стране, сервис без ограничений, то есть обходится реально в копейки относительно каждой конкретной вакансии, потому что, например, если крупные компании приходят, платят расширенный безлимитный тариф на всю Россию и размещают в год, не знаю, 2000 вакансий, и каждая конкретная обходится в 100 рублей, то есть он бесплатно. Поэтому наш сервис живет за счет большой массы. То есть компания всегда платит, да? Да. Если компания хочет у вас разместиться, она всегда платит. Если компания хочет получить доступ к базе Риме, она всегда платит. И в свое время, когда 10 лет назад мы тоже переходили из бесплатных на коммерческие услуги, вот как сейчас у Василия произошло, было энное количество недовольных, но, скажем, никакого другого способа уйти от мошенников не было, его нет и сейчас, потому что если мы посмотрим бесплатные ресурсы, которых много в сфере трудоустройства, то там 90, а то есть 100% объявлений будут мошеннические. Просто потому, что невозможно, не имея средств на модерацию, на качественный клиентский сервис, все это проверять, а у нас 100% объявлений работодателей проверяется. Если есть малейшая жалоба, доступ к компаниям, которые некорректно себя ведут, блокируется. С нами работают специальные компании, которые в области компьютерной безопасности работают. Если наши пользователи жалуются на какие-то мошеннические сайты, еще что-то, мы отправляем информацию соответствующие органы, сайты блокируются, большая работа. Алексей, а вот реклама, как-то вот на сайте реклама как-то приносит что-то, то есть монетизируете ли Вы таким путем или только в качестве монетизации сервиса? Мы монетизируем, но это порядка двух, может быть, трех процентов оборота. То есть неинтересно? Нет, мы продаем рекламу, если, точнее как, у нас ее покупают, я так скажу. Мы не ставим своей целью монетизировать сайт за счет рекламы, увешать его весь баннерами, как новогоднюю елку. Мы можем рекламой пренебречь, поэтому мы очень аккуратно подходим к размещению рекламы, стремимся к тому, чтобы ее было немного. Василий, а у Вас примерно такая же ситуация. Да вообще реклама как монетизация, как способ монетизации, она вообще жива сейчас? Она жива, Mail.ru, например, этим пользуется. Но Вы сравните Mail.ru и сравните любой другой ресурс. То есть если у Вас не гигантская посещаемость, то смысла в рекламе никакого нет? Ну, конечно, если у Вас узкий нишевой ресурс, например, посвященный мотоциклам, и там нет никакого сервиса, Вы будете замечательно монетизироваться за счет рекламы. Вопрос объемов как-то, да, потому что, например, Суперджоп зарабатывает на той же самой рекламе столько же, сколько ведущие СМИ, которые, российский интернет, зарабатывают на рекламе. Но для нас это незначимая часть наших оборотов. Это не все деньги, которые можно вкладывать. Понятно. То есть в основном монетизация идет за счет сервиса. Хорошо, коллеги, у нас наше время подходит к концу. Еще раз Вас представлю. Алексей Захаров, президент портала Суперджоп. И Василий Хевропаев, основатель проекта Freelance.ru. Большое Вам спасибо, что пришли и обсудили со мной тему фриланс. Хочу немножко анонсировать следующую программу. Программа на Финам.фм называется «Сухой остаток». Начнется сегодня в 18.00. Олег Дмитриев обсудит текущую ситуацию на фондовом рынке. Ну и, собственно, испанских вопросов в кавычках. Итак, это была программа «Бизнес-класс» на Финам.фм. Я Георгий Вербицкий. Делайте деньги с удовольствием. До свидания. Продолжение следует.